Задолго до того, как человечество задумалось об изобретении пулемётов, существовало устройство под названием «Хвачха» — реактивная система залпового огня, созданная в Корее, вероятно, в 1409 году. Чтобы вы понимали, это почти за 50 лет до рождения Леонардо да Винчи, известного изобретателя, опередившего своё время. Огнестрельное оружие в 15 веке, само собой, распространено не было, поэтому в качестве снарядов для «Хвачхи» использовались особые, скажем так, стрелы. Одна или две сотни особенных стрел. Они были похожи на небольшие ракеты с острыми металлическими наконечниками и бумажными трубками, заполненными порохом. Стрелы помещались в пусковую установку, установка — в двухколёсную повозку, и вся эта конструкция в основном размещалась в крепостях или цитаделях. Стрелы использовались для защиты и могли лететь на расстояние до 2000 метров, то есть как раз, чтобы преодолеть стену и приземлиться в кого-нибудь по ту сторону. Хвачхи были очень действенным оружием. Один из самых ярких примеров его использования — битва при Хенджу, которая произошла в 1593 году. Известно, что в битве участвовало около 3000 корейцев, защищавших крепость на вершине холма, от 30 тысяч японских солдат. И корейцы смогли отразить нападение, в том числе с помощью 40 хвачх. Ещё и подрывали боевой дух противника. Но хвачхи не просто выпускали много снарядов одновременно. Стрелы были гораздо легче каких-нибудь пушечных ядер, поэтому и само орудие было манёвренным. Кроме того, хвачхи стреляли в плотный строй людей, и потому степень поражения была очень высокой. В общем, это действительно было что-то вроде очень ранней версии ракетной установки, сильно опередившей своё время. А если вам кажется, что сегодня такие устройства потеряли актуальность, то задумайтесь о вероятности зомби-апокалипсиса, потому что в «Ходячих мертвецах» было точно такое же орудие, и оно отлично сработало. Ещё более древнее и одновременно современное оружие того времени — так называемый греческий огонь, который появился около 672 года н.э. Его использовали для поджога вражеских кораблей, по сути, как первый или почти первый в истории огнемёт. Исследователи считают, что огонь мог воспламениться при контакте с водой и, вероятно, был основан на бензине и негашёной извести. Я не случайно использую слово «вероятно», потому что точный состав до сих пор остаётся загадкой. Есть только теории. Например, что основным ингредиентом была нафта или нефть. Вероятно, с добавлением серы или смолы и других материалов. Как это всё поджигалось? Никто точно не знает. Возможно, тут помогала негашёная известь. Но после возгорания вещество было очень сложно потушить. Обычная вода была бесполезна. Только песок и вроде как уксус могли сработать. Исторические записи говорят, что греческий огонь прилипал к любой поверхности, которой он касался. Однако секрет действенности греческого огня был не только в составе, который было невозможно понять, даже захватив саму смесь. Её ещё нужно было каким-то образом распылять. По одной из версий, смесь помещали в сифоны, которые располагали на носовой части корабля. Но… опять же, информации слишком мало, чтобы утверждать наверняка. Тайну очень тщательно охраняли. Возможно, это делало греческий огонь ещё более пугающим. Говорят, что таинственное оружие производило громкий рёв и много дыма, и оно было настолько эффективным, что враги часто бежали при виде его. И не то чтобы я их не понимал. Столкнуться с огнемётом в седьмом веке, да ещё и быть не в состоянии погасить его пламя, реально страшно. И раз уж мы заговорили об использовании огня, стоит упомянуть оружие под названием «Адские сжигатели». О нём никто не слышал до осады Антверпена в 1585 году. Именно тогда итальянский военный инженер Федерико Джамбелли создал свои плавучие бомбы. Новое устрашающее оружие потрясло всю Европу. Ведь Джамбелли наполнял полноценные корабли взрывчаткой. Всего ему предоставили два корабля водоизмещением около 70 тонн, то есть не самые большие. Внутри каждого судна поместили 3200 кг самого лучшего пороха и окружили его материалом максимально разрушительного действия. В ход пошли камни, железные крюки, металлолом и даже старые надгробия. Всё достаточно тяжёлое и прочное, чтобы нанести максимальный урон. Смертоносную начинку прикрыли обычной деревянной палубой и одновременно на воду выпустили обычные корабли, чтобы не вызвать у врага подозрений. Корабли-бомбы течением снесло к мосту, который нужно было разрушить. В этот момент медленно горящий фитиль как раз сделал своё дело и раздался взрыв. И не просто взрыв, а невероятно сильный взрыв, потому что его было слышно в радиусе 80 километров. Историки описывают происходящее следующим образом. Земля тряслась, как от пульсации вулкана. На мгновение место события осветил дикий свет, а затем его сменила кромешная тьма. Дома были снесены за много километров, и ни одно живое существо даже в отдалённых местах не могло удержаться на ногах. Воздух был наполнен дождём из плугов, надгробий и мраморных шаров, перемешанных с телами. Тысяча солдат была уничтожена за секунду. И это я ещё опускаю неприятные подробности. Считается, что от взрыва погибло около 800 солдат, тела некоторых были обнаружены только спустя месяцы. На тот момент это был крупнейший техногенный взрыв в истории. Позже адские сжигатели были описаны как ранняя форма оружия массового уничтожения. Но давайте о чём-нибудь менее летальном. Например, о противоавтомобильных ежах. Это маленькие колючки, которые используют, чтобы остановить авто, проколов ему шины. Они появились задолго, до первых автомобилей. Совершенно точно известно, что такие ежи использовались в битве при Карр в 53-м году до нашей эры. И да, похоже, их изобретателями были древние римляне. Конструкция максимально простая. Два, а иногда и больше острых металлических шипа расположены таким образом, что один из них всегда направлен вверх от устойчивого основания. Всё, больше ничего не нужно. Такие шипы использовались как пассивный способ защиты, чтобы замедлить продвижение войск. Особенно хорошо они работали против лошадей, колесниц, слонов и верблюдов. На самом деле это идеальное пассивное оружие. Дешёвое, простое в изготовлении, легко транспортируется, не требует подготовки и обучения при использовании. Да ещё и многоразовое. Это вам не яма с кольями, которую нужно вырыть в нужном месте, заранее заготовить колья, да ещё и каким-то образом сделать всё это незаметным. Хотя шипы, конечно, они смертельные, но наткнуться на что-то подобное достаточно неприятно. Плюс этого хватит, чтобы пострадал боевой дух. Ведь ранений, нанесённых лошадям или товарищам колючками, заставлял пехоту и кавалерию двигаться очень неловко и медленно, чтобы обезопасить себя. Раны от шипов были болезненными, заживали долго, снижали мобильность, да и инфекции никто не отменял. А вылечить заражение в 53-м году до нашей эры, согласитесь, было довольно проблематично. А теперь я бы хотел сказать пару слов о... Погодите, кажется, Стив нашёл ручные гранаты тысячелетней давности. То есть, конечно, не сами гранаты, а информацию о них. К счастью. Не так давно учёные обследовали керамический сосуд примерно 12 века, найденный в Иерусалиме, и обнаружили на нём остатки химических веществ. Таких веществ, которые могли бы взрываться. Скорее всего, сосуд представлял собой своего рода средневековую ручную гранату, брошенную войсками Салах-ад-Дина во время осады Иерусалима в 1187 году нашей эры. Вообще, сферические и конические керамические сосуды, датируемые IX-XV веками, часто находят на Ближнем Востоке. Но никто из исследователей до конца не уверен, каково же было назначение каждого из них. Кто-то говорит, что в сосудах держали ртуть, кто-то, что пиво или ароматические масла. Однако всё чаще анализы сосудов подтверждают, что некоторые из них содержали легковоспламеняющуюся смесь, которая, вероятно, использовалась в качестве взрывчатого вещества. Так что это действительно могли быть ручные гранаты времён крестовых походов. Казалось бы, ну разве какой-то глиняный горшок может быть гранатой? Однако тут есть логика. Современная граната, такая как МК-2, детонирует фугасный заряд, который создаёт давление и разрывает металлическую оболочку. Стенки этой оболочки разлетаются на смертоносные осколки. Конечно, смесь внутри глиняной гранаты не могла генерировать такое же давление, но ей не нужно было, ведь глина гораздо более хрупкая. Хватило бы доступных тогда химикатов, чтобы глиняные осколки разлетелись в разные стороны с огромной скоростью. И тоже нанесли бы урон. Не говоря уже о том, что древняя граната – это пламя. А ещё те самые сосуды, которые могли быть гранатами, имеют толстые стенки, не имеют украшений, а сама их форма идеально подходит для создания нужного давления и последующего взрыва. Короче, древние люди разбирались, что к чему. Иногда даже учёные не могут поверить в то, насколько изобретательными были люди прошлого. Когда десятки лет назад археологи нашли странные могильные предметы в форме черепа в ацтекском храме в Мексике, они были приняты за простые игрушки или украшения. Ну, мало ли чего там ацтеки могли наделать в свободное время, да? Находки были занесены в каталог и хранились где-то на складах. Однако годы спустя эксперты обнаружили, что это были не безделушки, а жуткие свистки смерти, издававшие пронзительные звуки. Древние ацтеки могли использовать их во время церемоний, жертвоприношений или во время сражений, чтобы вселить страх в своих врагов. Потому что тут и правда есть чего бояться. Чтобы понять, о чём я говорю, просто послушайте, как это звучит. Сразу говорю, это не вырезка из фильма ужасов, а реальный звук свистка смерти. Готовы? Стив, включай. А теперь представьте, что сотни таких криков звучат в унисон на поле битвы. Это не просто сбивает с толку, это ужасает до глубины души. Вообще, инструментов психологического воздействия на противника раньше было много. А уж если оружие одновременно и пугало, и наносило урон, то, скорее всего, мы говорим об устройстве под названием Хуалонг Чушуи. Оно действовало как одна из первых в мире многоступенчатых и баллистических ракет и стреляло по кораблям противника в морских сражениях. Даже если враг был в недосягаемости, у оружия был запасной вариант. Магазин из трёх реактивных стрел. Сражение происходит не на море, а на суше? Вообще без проблем. Представьте, что вы заняты на поле боя, разбираетесь с врагом классическими методами, то есть мечами и пиками, а затем видите, что у него есть баллистические ракеты с мордой дракона. Если это вас не пугает, то я даже не знаю, что вообще тогда может напугать. И, кстати, именно это оружие послужило вдохновением для диснеевской «Мулан». Чем-то похожим герои пользуются во время сражений, только версиями поменьше. И, наконец, оружие, которое я просто не мог не упомянуть. Рибадекин — устройство, создатели которого решили собрать из ружей орган. Что-то типа нескольких железных стволов малого калибра, установленных параллельно друг к другу на платформе. Может показаться, что это довольно странная идея, нельзя же просто так связать ружья вместе и получить результат. Но когда из орудия стреляли, несколько стволов выпускали свои снаряды одновременно, что давало гораздо более высокую скорострельность, чем у любых аналогов. Кроме того, органы из ружей были легкими и мобильными, в отличие от каких-нибудь пушек, которые было сложно таскать с одного места на другое и бить по движущимся целям. Один выстрел из Рибадекина создавал целый дождь из железных снарядов, поражающих всё на своём пути. По сути, это было пулемётом, только с немного другим разбросом пуль. Первый известный Рибадекин использовался в 1339 году, и в какой-то момент число стволов достигло 50. Потом люди получше разобрались с тем, как должен работать пулемёт, и орган из ружей стал частью истории. До скорого!